Выдающийся бунтарь. Талеб. Трейдер с Уолл-стрит, ставший автором бестселлеров. Это мыслитель, несущий на себе печать гения. Масштабная картина, которую он рисует, отличается мощной аргументацией и содержит множество глубоких стратегических следствий. Мэтью Саэт. Автор бестселлера «Принцип черного ящика». Насим Николас Талеб. Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни. Двум храбрецам. Рону Полу, римлянину среди греков, Ральфу Нейдеру, греко-финикийскому святому. Книга первая. Введение. Эту книгу можно читать отдельно. Вместе с тем она является частью цикла инсерта, неопределенной, объединяющего а. практические обсуждения, б. философские истории и в. научные и аналитические комментарии к проблемам случайности, связанным с тем, как жить, есть, спать, спорить, сражаться, дружить, работать, развлекаться и делать выбор в условиях неопределенности. Цикл инсерта – чтение, доступное широкому читателю. Но обманываться не стоит. Это эссе, а не популяризация каких-то иных, куда более скучных трудов. Специальное приложение концерта стоит особняком. Книга рассказывает о четырех проблемах, которые, по сути, одна. А. Неопределенность и достоверность знаний, практических и научных, между ними есть разница, или, выражаясь грубее, распознавание чуши. Б. Симметрия в отношениях между людьми. Честность, справедливость, ответственность и взаимная выгода. В. Распределение информации при взаимодействии. И. Г. Рациональность в сложных системах и реальном мире. То, что эти четыре темы невозможно рассматривать отдельно, делается предельно ясно, когда вы ставите на кон свою шкуру. Чтобы понять, почему на практике этику, моральные обязательства и профессиональные умения трудно отделить друг от друга, вообразите следующую ситуацию. Когда вы говорите человеку, на котором лежит ответственность, скажем, вашему бухгалтеру, я вам доверяю, вы имеете в виду, что А. Вы доверяете его порядочности. Он не переведет деньги в Панаму. Б. Вы доверяете его бухгалтерской точности. Или В. То и другое. О чем и эта книга? В реальном мире сложно отделить этику с одной стороны и знания и умения с другой. Ставить шкуру на кон необходимо не только для того, чтобы быть честным, финансово успешным, управлять рисками. Это необходимо для того, чтобы понимать мир. Речь идет, во-первых, о том, чтобы идентифицировать и фильтровать чушь. Иначе говоря, отличать теорию от практики, поверхностную компетентность от настоящей и ученое сообщество, в плохом смысле слова, от реального мира. Как сказал бы Йоги Бэра, американский бейсболист, тренер и спортивный менеджер, для ученого сообщества разницы между ученым сообществом и миром нет. Для реального мира есть. Во-вторых, здесь идет речь об искажении симметрии и взаимодействия в жизни. Получая преимущество, вы обязаны подвергнуться риску и не заставлять других платить за ваши ошибки. Если вы навязываете риск другим, и они страдают, вы должны за это заплатить. Вам следует обращаться с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с вами. Аналогично вам следует разделять ответственность за происходящее, честно и на равных. Если вы высказали мнение, и кто-то принял его во внимание, у вас появляется моральное обязательство столкнуться с последствиями. Если вы делитесь своими экономическими взглядами, не говорите мне, что вы думаете, просто скажите, какие ценные бумаги лежат в вашем портфеле. В-третьих, эта книга о том, в какой мере следует делиться с другими информацией на практике, и что именно продавец поддержанных автомобилей должен или не должен говорить о машине, в которую вы собираетесь вложить большую часть своих сбережений. В-четвертых, книга посвящена рациональности и проверке времени. Рациональность в реальном мире совсем не то, что имеет смысл для журналиста-донью-йоркера или психолога, использующего наивные модели первого порядка. Это явление куда более глубокое, статистическое, связанное с вашим выживанием. Не путайте понятие «шкура на кону», как оно определяется здесь и используется в этой книге, с проблемой мотивации, с участием в прибыли, как ее обычно понимают в мире финансов. Нет, речь о симметрии. Мы говорим скорее об участии в убытках, о том, как заплатить штраф, когда что-то идет не так. Та же идея соединяет такие феномены, как мотивация, покупка поддержанной машины, этика, теория договора, обучение, реальная жизнь против ученого сообщества, категорический императив Канта, муниципальная власть, наука о риске, контакт интеллектуалов с реальностью, подотчетность бюрократов, вероятностная социальная справедливость, теория опционов, честное поведение, торговцы чушью, теология. На этом я пока остановлюсь. Не столь очевидные аспекты шкуры на кону Более точный, хотя и менее удачный, заголовок книги был бы таким. Не столь очевидные аспекты шкуры на кону, скрытые асимметрии и их последствия. Я не люблю читать книги, которые рассказывают об очевидном. Я люблю, когда меня удивляют. В соответствии с принципом взаимной выгоды в стиле «своя шкура на кону», я не приглашаю читателя в скучное и предсказуемое странствие по университетским лекциям, а скорее зову в путешествие, которое понравилось бы мне самому. Вот почему эта книга структурирована следующим образом. Читателю хватит 60 страниц, чтобы осознать важность доминирования и повсеместность принципа шкуры на кону, то есть симметрии почти во всех аспектах. Однако никогда не пускайтесь в слишком подробное объяснение. Почему что-то важное важно, бесконечными обоснованиями, принцип можно лишь обесценить. Нескучный маршрут означает, что мы сосредоточимся на втором шаге, на удивительном применении принципа, скрытой асимметрии, которых сразу и не увидишь, а также на менее очевидных последствиях. Часть их весьма неприятно, многие неожиданно полезны. Поняв, как работает принцип «шкуры на кону», мы поймем и серьезную загадку, скрытую под мелкоструктурной матрицей реальности. Например, как получается, что максимально нетерпимые меньшинства правят миром и навязывают нам свои вкусы? Как универсализм уничтожает тех самых людей, которым призван помочь? Почему сегодня рабов больше, чем в римские времена? Почему хирурги не выглядят как хирурги? Почему христианское богословие не устает настаивать на человеческой природе Иисуса Христа, которая по необходимости отличается от божественной? Как историки сбивают нас с толку, когда говорят о войне, но не о мире? Почему дешевые сигналы без всякого риска терпят неудачу и в экономической, и в религиозной среде? Почему кандидаты на политические посты с явными недостатками кажутся нам реальнее, чем бюрократы с безупречными рекомендациями? Почему мы боготворим Ганнибала? Отчего фирмы прогорают, как только нанимают профессиональных менеджеров, желающих быть полезными? Почему у одних народов язычество симметричнее, чем у других? Какую следует проводить внешнюю политику? Почему благотворительным организациям можно давать деньги, только если они действуют с высокой дистрибутивностью, на новомодном жаргоне уберизован? Почему гены и языки распространяются по-разному? Почему важен масштаб сообщества? Сообщество рыбаков по мере увеличений меньше дружит и больше ссорится, зарубка на будущее? Почему бихевиористская экономика не имеет ничего общего с поведением индивидов, а рынки имеют мало общего с предвзятостью их участников? Почему рациональность равна выживанию и только выживанию? Какова основополагающая логика принятия риска? Впрочем, мне как автору видится, что шкура на кону – понятие, по большей части касающееся справедливости, чести и самопожертвования, без которых люди себя не мыслят. Принцип шкуры на кону, если взять его за правило, смягчает эффекты следующих расхождений, порожденных цивилизацией. Расхождение между делом и дешевыми словами, болтовней, последствиями и намерениями, практикой и теорией, честью и репутацией, компетентностью и шарлатанством, конкретным и абстрактным, этическим и законным, настоящим и поверхностным, между торговцем и бюрократом, предпринимателем и администратором, силой и показухой, любовью и золотоискательством, Ковентри и Брюсселем, Амахой и Вашингтоном, людьми и экономистами, авторами и редакторами, ученостью и ученым сообществом, демократией и властью, наукой и сциентизмом, политикой и политиками, любовью и деньгами, духом и буквой, Катоном-старшим и Бараком-Обамой, качеством и рекламой, обязательством и сигналами, а также, и это главное, между коллективом и индивидом. Но для начала соединим несколько обозначенных выше точек двумя виньетками, просто чтобы читатель ощутил, как наша идея выходит за пределы категорий.